Люк, хрюк и компостер. Вообще-то после таких открытий нормальные люди просто обязаны что-то делать. Ну, хотя бы визжа-бежать или, по крайней мере, бежа-визжать. Судя по всему, Булкин был нормальным только наполовину, потому что визжать-то он визжал, а вот бежать не бежал. Хотя, если разобраться на поляне, окружённой корабельными соснами, и бежать-то было некуда. Поэтому Булкин неподвижно стоял на месте, зато вокруг всё вертелось и крутилось. Угрюмые сосны натужно скрипели, словно мачты пиратской шхуны. Ветер швырял вниз тяжёлые снежные лепёшки. Свинцовые тучи обволакивали побледневший солнечный диск. Обледенелые кусты одрагивали, как колючая проволока, за которой тяжело дышала, чёрная. ЧАЩА! Хотя, скорее всего, Булкину это просто померещилось. Санька помотал головой, и сквозь свинцовые тучи тут же пробился солнечный лучик. Он был таким ярким, что Булкин отвёл глаза. Этого было достаточно, чтобы чёрная чаща снова перешла в наступление. Сначала на поляну, ломая ветки, выскочил чёрный бульдог. Его клыки сверкали, как открывалки для консервных банок, А крохотные глазки горели злобой. Он зарычал, и за ним из кустов горохом посыпались собаки. Их было человек десять. Надо было бы сказать, морд. Но в этот момент в голове у Булкина всё перепуталось. Кривые лапы, короткие хвосты и чёрные пасти Выдавали в них игроков одной команды, Которую вывел на поле грозный капитан. Потом раздался скрип, И двое громил с бандитскими рожами, Выкатили на поляну инвалидную коляску С лыжами вместо колёс. В коляске сидела Зинаида Леопольдовна Осиротелкина, Встреча, с которой Булкин так ждал всего несколько минут назад. Однако сейчас эта встреча его нисколько не обрадовала. Да и чего тут радоваться, Когда вместо плаксивой тётки в канареечном пальто Тебе подсовывают... Сами знаете, кого. А кто не понял, Пусть ещё раз прослушает предыдущую главу. В окружении рычащих псов И угрюмых верзил Осиротелкина совершенно не походила на сиротку. Властный взгляд и начальственная осанка Выдавали в ней главаря банды И хозяйку чёрной чащи. Окинув ледяным взором поляну, Она рявкнула. «Кампостер, ко мне!» Недовольно зарычав, Бульдог отошёл от Булкина. «Люк, тащи мальчишку!» Громила ростом повыше, Сгрёб Саньку в охапку И, тяжело дыша, Видно, Железный Булкин был тяжелее штанги, Поставил перед коляской. Его лицо, покрытое оспинами и щетиной, Напоминало немытую сковородку. Густые брови нависали над бегающими глазками, А приплюснутый нос упирался в толстые губы. Несмотря на французское имя, Люк никогда не был во Франции. Зато четыре раза сидел в тюрьме, И всё время за одно и то же. Разбой, грабёж и хулиганство. Но больше всего он любил воровать крышки канализационных люков И сдавать их в пункт приёма металлолома. Его совершенно не волновало, Что в люке будут падать люди и ломать ноги. И его вообще ничего не волновало, кроме денег. Да и деньги его волновали постольку-поскольку. Потому что, когда ему нужны были деньги, Он просто отбирал их у первого встречного поперечного. Напарником Люка Был его двоюродный братец Хрюк. Своё прозвище Хрюк получил за привычку хрюкать, Когда его что-то веселило. А веселило его абсолютно всё. Но особенно громко он хрюкал, Когда люди падали в люки и ломали себе ноги. Хрюк был очень похож на Люка, Только вместо щетины у него были длинные бакенбарды, Напоминающие завязки шапки-ушанки. Зинаида Леопольдовна нашла братцев В районном отделении милиции, Откуда их должны были доставить в суд, А потом в тюрьму. Притворившись заведующей детского сада, Она упросила строгого капитана Кулакова Отпустить братцев под расписку, Что они больше не будут разбойничать, Грабить и хулиганить, А тем более воровать крышки канализационных люков. «Я возьму их к себе», — сказала она строгому капитану. «Вот увидите, как им пойдет на пользу Работа с детьми». В благодарность за чудесное избавление Братцы стали называть свою спасительницу мамочкой И безропотно выполнять все ее приказы. Но вернемся на поляну. Зинаида Ляпольдовна внимательно посмотрела на Булкина и сказала «Отличная работа!» Хрюк был туговат на ухо, И ему послышалось, что мамочка сказала «Ребята за работу!» А Хрюка никогда не надо было просить дважды, Тем более, что он любил работать с детьми. Шагнув к Булкину, Он радостно хрыкнул И ударил его в живот своим волосатым кулачищем. Раздался хруст, И хрюк обиженно заорал, Дуя на кулак. «Мамочка! Он, мне кажется, руку сломал!» Булкин сразу понял, в чем дело, Ведь живот у него был железным, А бить по железу Станет только последний дурак. Но самым последним дураком Оказался люк. Выхватив из кармана кирпич, Он бросился на обидчика. На этот раз Санька не стал дожидаться, Когда его начнут бить, И ударил первым. Даже не ударил, А всего лишь щелкнул бандита по лбу. От легкого щелчка Огромный люк Моментально улетел В большой сугроб, Где его и догнал Любимый кирпич. Булкин нужен живым Увидев, что он натворил, Булкин виновато опустил голову, Как в кабинете директора школы, Куда обычно вызывают Для последнего предупреждения. И оно не заставило себя ждать. Компостер, Получивший свою кличку За способность перекусывать Трамвайные рельсы, Издал короткий рык, И его команда Бросилась на Саньку. Но атаку прервал Властный окрик Зинаиды Леопольдовны, Похожий на свисток судьи. — Сидеть! Пусть мальчик Немного повеселится. А ловко ты Моих лоботрясов отделал. Ничего, Это им пойдет на пользу. Еще злее станут. Булкин понял, Что говорят с ним, И поднял голову. На поляне было тихо. Собаки сидели На своих хвостах. Братцы-напарники С опаской Поглядывали на железного человечка, Прикидывая, Брать его в свою банду сразу Или немного погодя. Зинаида Леопольдовна Нервно барабанила пальцами По подлокотнику коляски. Девочка с обручем Разглядывала верхушки сосен. «Елочка, Что происходит?» Тихо спросил Булкин, Но Зинаида Леопольдовна Все равно услышала И злобно прошипела. «Елочка, Ты назвал ее Елочкой! Хотя, Если подумать, Не такое уж и плохое имя. Колючее!» «Елочка, Это хорошо!» Заревели бандиты, Привыкшие во всем Поддакивать мамочки И ни в чем Не поднекивать. «Елочка можно продать!» Поддержал братцев компостер, Который терпеть не мог «Елочек», Зато очень любил зайцев, Которые под елочками скачут. «Тихо!» Повысила голос Зинаида Леопольдовна И, повернувшись к Булкину, Спросила Ну, и как тебе, новая игра? Никак, честно признался Булкин Я люблю игры, где сам командуешь А тут все тобой крутят, как хотят Железным зачем-то сделали, хотя мне и кожаным было неплохо Булкин, не болей дурака Кто тобой крутит? Они что ли? Зинаида Леопольд наткнула пальцем в сторону пришибленных бандитов И потом ты сам диск взял Зато вон каким силачом стал Теперь тебя все бояться будут И Колька Щукин, не удержался Булкин, потому что Колька Щукин из 6-го А Известный хулиган по прозвищу Щука С некоторых пор не давал ему прохода Наверное, не стоило все-таки писать на бумажке Не хочу учиться, а хочу жениться И лепить ее во время переменки на первую попавшуюся спину Которая, как назло, оказалась спиной Щуки Колька Щукин, презрительно процедила Зинаида Леопольдовна Да ты теперь из тысячи колик Щукиных справишься Булкин представил себе тысячу Щукиных Которые бегут от него с криками караул И замотал головой Не хочу Тихо, но твердо сказал он А чего же ты хочешь? Хочу домой Хозяйка черной чащи расхохоталась Нет, вы слыхали? Он хочет домой Шутник Ну и что нам теперь делать? Может, его оттого Заикнулся Люк и многозначительно посмотрел на кирпич Заикаться он начал недавно И у него еще плохо получалось Нет, лучше мы его то Хрюкнул-хрюк И крутанул кулаками, будто что-то отвинчивал Сказал компостер и показал клыки Это было понятно и без слов Да я его перекушу, как тростинку Рыф! Подтвердили подручные компостера, что означало запросто Не будем торопиться, успокоила бандитов Зинаида Леопольдовна Мне он нужен живым через три дня А сейчас возвращаемся в резиденцию Надо устроить железному человечку хороший прием А теперь вперед Дважды братцев просить не пришлось Они быстро развернули коляску И загорланили дурацкую песню собственного сочинения Причем Люк, как и все заики Во время пения почти ни капельки не заикался Ать-два, р-ля-ля, дай нам дяде три рубля Три рубля на пищу, да на пиво тыщу Жалко ставить макарыч, но тогда купи кирпич Знаю, точно сможешь, жизнь она дороже Дать два, р-ля-ля, дай нам дяде три рубля Три рубля на пищу, да на пиво тыщу Пусть для вас мы дураки Но у нас есть кулаки Может запросто к влагу Доказать, что сам дурак А ну-ка, хрюк Ать-два, р-ля-ля, дай нам дяде три рубля Три рубля на пищу, да на пиво тыщу Ать-два, р-ля-ля, дай нам дяде три рубля Три рубля на пищу, да на пиво тыщу Булкин не знал, что такое резиденция Хотя много раз слышал это слово по телевизору Он даже запомнил фразу Летняя резиденция Папы Римского Но вряд ли Зинаида Леопольдовна была знакома с Папой Римским А хороший прием в исполнении люка и хрюка Мог означать только удар кирпичом по голове Конечно, Булкин мог запросто не согласиться Он уже понял свою силу Но какой в силе толк, если уложив бандитов на месте Он все равно останется железным А в резиденции, может быть, удастся разузнать Что за беда с ним приключилась и как из нее выбраться Поэтому он молча пошел за скрипучей коляской Даже не заметив, что из кустов на краю поляны Как локаторы торчат белые зайчьи ушки Сосновая резиденция Она сказала, что я нужен живым через три дня Это хорошо, размышлял Булкин, шагая по утоптанной тропинке Значит, у меня есть целых три дня А за три дня всегда можно что-нибудь придумать Санька с надеждой посмотрел вперед Но кроме широких спин люка и хрюка Ничего хорошего там не увидел Сзади хрипло дышала собачья свора Елочка молча шла рядом Булкин украткой поглядывал на нее Пытаясь угадать, каким образом девочка могла очутиться в этой компании И находил только одно объяснение Она была такой же пленницей, как и он Ведь если Осиротелкина сумела всучить ему диск То заставить девочку жить в лесу и таскать за собой золотой обруч Было проще паренной репы Подтверждение своей догадки Булкин увидел прибитую к сосне табличку с черепом и костями Как на трансформаторной будке возле их дома Под черепом, печатными оранжевыми буквами Было написано «Лаборатория» Кривая стрелка указывала куда-то влево «Наверное, они ее мучили» Догадался Булкин и со скрежетом сжал свои железные кулаки Вскоре тропинка уперлась в тяжелые ворота Бандиты долго сопели, открывая их И, наконец, им это удалось И Булкин увидел резиденцию Это был мрачный дом Наспех сколоченный из необструганных сосновых стволов С торчащими во все стороны колючими ветками Из-за этого он больше напоминал зеленого ежа Чем человеческое жилище Рядом примастился ежик поменьше Стопка канализационных крышек у порога Выдавала в нем пристанище братцев-бандитов А покосившийся барак с одиннадцатью круглыми окошками Вне всякого сомнения был будкой собачьей команды Закрыв ворота, хрюк принялся колоть дрова «Ух!» — приговаривал он, занося топор над головой «Хресь!» — коротко отвечал топор, вонзаясь в полено Люк сменил засаленную шапку-ушанку на грязный поварской колпак Люку прямо называл колпак поварским И помчался на кухню приготовить обед Вскоре из трубы повалил черный дым А в воздухе запахло солеными огурцами Обедать сели в большом зале, поразившем Булкина своим убранством Паркетный пол сверкал в лучах хрустальной люстры Словно снятый с потолка оперного театра На сосновых стенах, обшитых дубовыми панелями Висели картины в золотых рамках Картины были разными, но назывались почему-то одинаково «Подлинник» Свободную стенку занимал огромный телевизор с табличкой «Продано» В телевизоре скакали два ковбоя на лошадях в натуральную величину И пытались укокошить какого-то хромого джека Который прятался в противоположном углу экрана «Вот это да!» Мысленно ахнул Булкин «Чтобы такое купить, наверное, надо много работать» И он был прав Но только отчасти Зинаида Леопольдовна работать не любила Зато братцы трудились, не покладая рук Таща в сосновую резиденцию Все, что плохо лежит, стоит или висит Стол был завален едой И напоминал витрину колбасного магазина Не дожидаясь команды, бандиты набросились на дармовые харчи При этом у них получалось кусать, жевать и глотать одновременно «Ух! Ух! Ух! Ух!» — говорил Люк «Хау! Хау! Хау! Хау!» — соглашался Хрюк Зинаида Леопольдовна лениво ковырялась ложкой в голубой консервной банке На которой была нарисована большая рыба с шишковатой спиной Елочка задумчиво отщипывала кусочки от большого торта Булкин сидел просто так Есть ему не хотелось, да ему никто и не предлагал Перед ним не было даже тарелки Только граненый стакан и литровый пакет апельсинового сока Апельсиновый сок Санька любил Но сейчас он вызывал в нем какую-то смутную тревогу «Сок свежий, только вчера украли...» «Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе» «Я хотела сказать, купили» — забеспокоилась хозяйка, заметив, что Санька со скучающим видом водит пальцем по скатерти «Давай, наливай! Тебе сейчас пить полезно?» «Пить всегда полезно!» — поддакнул Хрюк, открывая ногтем бутылку пива «Как пить дать!» — подтвердил Люк, выливая пиво себе в пасть «А можно я лучше домой сбегаю? Я быстренько, только туда и назад!» Зинаида Леопольдовна отодвинула консервную банку и оскалилась «Домой! Вы слыхали? Он опять сказал «Домой!» Наверное, Булкин сказал что-то очень смешное, потому что братцы весело заржали Вернее, ржал только Люк, а Хрюк по своему обыкновению хрюкал От смеха у Люка из кармана с грохотом выпал кирпич А Хрюк подавился котлетой и долго кашлял, молотя себя по спине волосатым кулаком Плен «Ладно, повеселились и хватит!» — стукнула ложкой по столу Зинаида Леопольдовна И жёлчно спросила у Булкина «А чем тебе тут плохо? Еды полно, телевизор работает, нужен компьютер? Сделаем! Играй себе с утра до вечера! Красота!» Вцепившись с двух сторон в толстую сардельку, поддакнули братцы «А может, ты соскучился по книжкам и урокам?» — продолжала допытываться о Сиротелкина «Да не стесняйся, здесь все свои!» «По глазам вижу, что соскучился!» «Эх, какой правильный мальчик! Его хлебом не корми, а дай проглотить пару толстых книжек!» «А ещё он любит убирать в своей комнате и чистить зубы!» «Не то, что некоторые выдавят пасту в раковину, польют водой щётку и думают, что никто не узнает!» «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Хо-хо-хо-хо-хо!» «Зашлись от хохота братцы, глотает щётки и поливает книжки!» «Хо-хо-хо-хо-хо!» «Хо-хо-хо-хо!» «А может, ты хочешь всю оставшуюся жизнь бегать от кольки Щукина?» Хозяйка чёрной чащи явно была в ударе. Каждое её слово сопровождалось весёлым ржанием, от которого по спине бегали мурашки размером с солёный огурец, который выглядывал из кулака люка. Не смеялась только ёлочка. Она печально смотрела на Булкина, словно заранее знала, что у него нет ни малейшего шанса на спасение. И всё же Санька собрался с духом и выпалил. «Если я не вернусь, родители будут волноваться!» «Хо-хо-хо-хо-хо-хо!» «Вы только его послушайте! Родители будут волноваться!» «Хо-хо-хо-хо-хо!» «Это ещё какие такие родители? Твои, что ли?» «Да ведь ты наверняка никогда не возвращался домой вовремя!» «Молчишь?» «То-то же!» «Значит, они не заметят пропажи!» «Если заметят, им же хуже!» «Клянусь, они, наверное, не раз говорили, что такого непослушного мальчишку ещё надо поискать! Вот пусть теперь и поищут!» «Ну, у меня сегодня в школе спектакль!» «И у тебя там, конечно, главная роль!» «Что-нибудь вроде кушать подано!» Бандиты опять весело заржали, а Булкин опустил голову и шумно задышал. «Ему было очень стыдно!» «Ведь он и вправду не всегда возвращался домой вовремя!» «И учился так себе!» «И читал мало!» «И в комнате у него всё было тормашками на выворот!» «А про зубы он и вспоминать не хотел!» «Да и роль в спектакле у него действительно была длиной в два слова!» «Выходит, Зинаида Леопольдовна кругом права!» «У меня... это... ещё пудя есть!» «Маленький...» «Тимка...» «Прошептал Булкин, цепляясь за последнюю соломинку!» «Тимка будет обо мне скулить!» «А я о нём!» «Вот и хорошо!» «Скули себе на здоровье!» «Я люблю, когда скулят!» «Хнычут, конючат!» «Рвут на себе волосы!» «Бьются головой об стенку!» «И ревут белугой в три ручья!» «Но сначала объясни, как можно выдавить из себя хоть одну слезинку из-за какой-то комнатной собачанки!» «Одно название, а не собака!» «Вот у меня собаки так собаки!» «Насобачились всё на такие мелкие кусочки рвать, что даже клей не берёт!» «Хочешь, подарю одно!» «Булкин открыл рот, чтобы сказать «нет!» «Но Зинаида Леопольдовна его опередила!» «Молчание — знак согласия!» «И хватит!» «Воду в ступе толочь!» «Пора отдохнуть с дороги!» «Ты ведь не откажешься поваляться пару часиков в кровати!» «Идём!» «Я покажу твою комнату!» Братцы выскочили из-за стола и бросились открывать двери. При этом Хрюк успел сунуть за пазуху круг кровяной колбасы. Булкин вздохнул и поплёлся к выходу. Он чувствовал себя совершенно разбитым, поэтому и впрямь не отказался бы отдохнуть и собраться с мыслями. Комната находилась в конце длинного коридора. Но никакой кровати там не было и в помине. В ней вообще не было мебели, если не считать толстых решёток на окнах. В дальнем углу на стенке висела небольшая коробка с рычагом, как на игровых автоматах, а на потолке круглая металлическая блямба, похожая на люстру без лампочек. «Странно», — подумал Булкин, — «на чём же я буду валяться?» «Сейчас мы соорудим тебе кровать», — словно читая его мысли, сказала Зинаида Леопольдовна, — «крепкую и прочную. Ведь ты у нас теперь такой железный, что деревянная тебя просто не выдержит». Подмигнув Булкину, она подошла к железной коробке на стене и резко подняла рычаг. В коробке загудела, как в дворовой трансформаторной будке, но никакой кровати не появилось. Зато Санька почувствовал, что отрывается от пола и летит вверх. «Крязь!» И он со всего маху припечатался спиной к металлической блямбе. «Цынь!» — зазвенело железо. «Дрынь!» — затрещал деревянный потолок. «Ух!» — ахнул Булкин, когда увидел, что висит на потолке, но вниз почему-то не падает. «Получилось!» — радостно проскрепела Зинаида Леопольдовна и смерила Люка презрительным взглядом. «А кто-то говорил, не по-по-по-по, не по-по-по. У меня все по-по. Как говорится, против лома нет приема». Туговатый на ухах Рюк огорченно вздохнул. «Нет приема металлолома». «Как?» — «Нет!» — забеспокоился Люк. «У меня еще пять крышек осталось». «Снимите меня!» — дрыгая руками и ногами, закричал с потолка Булкин. «Я зацепился!» «Не зацепился, а попался!» — хихикнула Зинаида Леопольдовна. «Только не на крючок, а на электромагнит». «Будешь теперь висеть, пока я не отключу ток. А ток я отключу, когда ты насквозь проржевеешь. И не надо так дергаться. Это будет скоро, дня через три. Хочешь освободиться раньше? Ржавей быстрее!» «Не имеете права!» — заорал Булкин, молотя пятками в потолок. Зинаида Леопольдовна хмыкнула и вышла из комнаты. Следом за ней выбежали братцы-бандиты, и тяжелая дубовая дверь со скрипом затворилась. Часть третья. Изобретатель помидоров. Если вы подумали, что изобретатель помидоров изобретал одни только помидоры, то здорово ошиблись. Потому что изобретатель помидоров вообще никаких помидоров не изобретал. Это у него фамилия была такая — Помидоров. А имя у него было Федор Иванович. В наследство от родителей Федор Иванович Помидоров получил пухлые щечки, круглый животик и выпуклые глазки. С такой внешностью лучше всего сидеть в будке и торговать пончиками. Но вместо будки помидоров все свободное время проводил на кухне, поскольку был вовсе не продавцом пончиков, который, кстати, просто обожал, а страшным изобретателем. Только не в смысле внешности, а потому что страшно любил изобретать. Он изобретал с утра до вечера и, даже ложась спать, засовывал за ухо карандаш, а под подушку клал стопку чистой бумаги. Благодаря этому помидоров изобрел. 1. Липкие носки, чтобы обувь не спадала с ног. 2. Быстро растворимую воду, незаменимую во время путешествий по пустыням. 3. Очки с подогревом, от которых дождевые капли отскакивали, как от раскаленной сковородки. 4. Светящуюся колбасу для пограничников. 5. И это не считая мелочей, вроде белой зеленки, надувных рельсов и мусорных пакетов со свистком отчайника. 6. Но, несмотря на все свои замечательные изобретения, помидоров был самым несчастным человеком на свете, потому что всю жизнь мечтал о великом открытии, которое никак не хотело открываться. 6. Для тех, кто не видит разницы между изобретением и открытием, скажу, что изобретение отличается от открытия так же, как велосипед отличается от Америки. 7. Судите сами, имя изобретателя велосипеда никому не известно, а имя Колумба, открывшего Америку, знают все. 8. Поэтому, когда Помидоров пытался осчастливить человечество затычками для ушей с радиоприемником, ему говорили, не изобретайте велосипед. 9. А вот если бы нашелся человек, который осмелился сказать Колумбу «Христофор Иванович, не открывайте Америки», то король Испании моментально отрубил бы такому наглецу голову. 10. Надеюсь, теперь вам понятно, чем отличается изобретение от открытия, хотя, если разобраться, без Америки прожить в сто раз легче, чем без велосипеда. 10. Эх, мне бы в лабораторию печально думал Помидоров, выметая из-под кухонного стола осколки вечной лампочки. 11. На кухне разве чего откроешь? Опять же тараканы. 11. Наука эта вам не тралевален, И с этим вы поспорите едва ли. 12. К открытию порою путь непрост, Тут надо мысль успеть поймать за хвост. 12. К чему в науке степени и званья? 12. Вот Архимед работал голым в ванне, 13. Но вряд ли б он хоть что-нибудь открыл, 13. Когда б сантехник воду перекрыл. 13. Друзья, готов я на любые муки, 14. Чтоб отказаться от жертвы науки. 14. Как Архимед в парилку я хожу, 14. Как Ньютон под балконами сижу. 15. Науки надо жертвовать собою, 15. Вот Ньютон, он работал головою. 15. Но не было б законов нычьих нычь, 16. Когда бы на нее пал кирпич. 16. Друзья, готов я на любые муки, 16. Чтоб оказаться жертвою науки. 16. Как Архимед в парилку я хожу, 16. Как Ньютон под балконами сижу. 16. Друзья, готов я на любые муки, 16. Чтоб оказаться жертвою науки. 16. Как Архимед в парилку я хожу, 16. Как Ньютон под балконами сижу. 16. Так бы и страдал страшный изобретатель до конца своих дней, 16. Если бы однажды в очереди за пончиками 16. К нему не пристроилась странная гражданка в черных очках без стекол 16. И не спросила, 17. Нескольское мыло есть? 17. Есть, 17. Удивленно прошептал Федор Иванович, 18. Поскольку про это изобретение 18. Он еще никому не рассказывал. 18. Мыло получилось черного цвета, 19. С неприятным запахом и плохой мылкостью, 19. Зато благодаря резиновым присоскам 19. Не выскальзывало из рук. 19. Это хорошо! 20. С нехорошей улыбкой сказала незнакомка, 21. И сразу стало ясно, 21. Что ничего хорошего эта встреча не сулит. 21. Но гражданка в черных очках, 22. Не дав Помидору опомниться, 22. Сходу предложила интересную работу в секретной лаборатории. 22. Услышав слова «Интересная работа! И секретная лаборатория!» 23. Помидоров задрожал, как мышь, 24. Учуявшая сыр, 24. И стремглав бросился домой. 25. Схватив черный обмылок 25. И оставив под ковриком записку «Скоро буду!» Помидоров, 26. Помидоров сел с новой знакомой в автобус 26. И поехал смотреть лабораторию. 26. В автобусе было тепло и пахло шишками. 27. Федор Иванович быстро убаюкался 28. И проснулся уже в густом сосновом лесу, 28. Который гражданка, 29. Представившаяся Зинаидой Леопольдовной, 29. Почему-то называла «черной чащей». 29. Всю дорогу до лаборатории 29. Страшный изобретатель 30. Проваливался в глубокие сугробы 30. И лишь благодаря липким носкам 31. Не потерял ботинки. 31. Когда же они добрались до места, 31. Он понял, что не скользкое мыло 31. Зинаиду Леопольдовну 32. Нисколько не интересует. 32. А интересует ее оружие. 33. И не простое, 34. А исключительно сильно действующее. 34. Она объяснила, что оружие ей требуется 34. Для борьбы с плохими людьми. 35. А Федор Иванович как раз тот человек, 35. Который может помочь в этом хорошем деле. 36. Помидоруб сначала сомневался, 36. Потому что никогда не изобретал оружие, 36. Если не считать мухобойки с оптическим прицелом. 37. Но стоило ему увидеть 37. Лабораторию. 38. Как он тут же отбросил все сомнения 39. И приступил к работе. 39. Изобретения сыпались из него, 40. Как кирпичи из самосвала. 39. Но хозяйка, 40. Как называли Зинаиду Леопольдовну 40. Ее помощники, 40. Безжалостно отвергала 41. Самые лучшие идеи. 40. Сначала она забраковала 41. Перьевую щекоталку, 41. Заставлявшую плохих людей умирать от смеха. 41. Потом дистанционный брюкосниматель, 42. Заставляющий их умирать от стыда. 42. И даже лающие кузнечики, 43. Заставляющие умирать от удивления, 43. Вызывали у нее только кривую ухмылку. 43. Тогда Помидоров напрягся 44. И изобрел многоразовую гранату. 44. Но во время испытаний 45. Граната взорвалась прямо в руках 45. Главного специалиста по борьбе 45. С плохими людьми по имени Люк, 45. Который от испуга 46. Начал сильно заикаться 46. И погнуло барабанные перепонки 46. Его заместителю по имени Хрюк. 48. Во و... 49. И алиог, 49. Найм. 60. Гал плотää on我. 100. На моем,... 52. Желаю в рече. На моем...